Вакцина Pfizer-BioNTech обеспечивает защиту от COVID-19 более чем на 95%. Таковы результаты крупнейшего исследования, проведенного в Израиле. Вместе с тем отмечается, что эффективность прививки снижается при иммунизации одной дозы препарата. Pfizer – одна из вакцин, одобренных в Евросоюзе, которая ускоряет темпы иммунизации населения. Во Франции с 12 мая начнут прививать от COVID-19 всех граждан, независимо от их возраста, при условии, что в прививочных центрах будут оставаться дозы препарата. Какую мы преследуем цель? Очевидно, что мы должны двигаться дальше и использовать все дозы вакцины, имеющиеся в нашем распоряжении. Нам нужно продолжать прилагать усилия с тем, чтобы 20 миллионов французов были иммунизированы к 15 мая, 30 к середине июня. В Германии на вакцинацию препаратом британской шведской компании AstraZeneca теперь могут записываться все совершеннолетние граждане, вне зависимости от возрастной категории и профессии. Ранее немецкие эксперты рекомендовали использовать AstraZeneca для лиц старше 60 лет. На данный момент ФРГ от коронавируса привиты свыше 30% взрослого населения. Сделай прививку, получи деньги. Именно такую схему решили задействовать власти Сербии. Цель – мотивировать еще не решившихся на вакцинацию граждан и наградить сербов, которые уже иммунизированы. Те, кто вакцинируется до 30 мая, получат от государства 25 евро в динарах. В России зарегистрирована четвертая отечественная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Это облегченный вариант «Спутника Ви», разработанного центром имени Гамалеи. Эффективность однокомпонентной вакцины 79,4%. Другие одобренные в России прививки – «Эпивак Корона» и «Ковивак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова